Водолей 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 NBC сразу поверили в этот сериал и запустили в производство после утверждения сценариев все 13 серий. Придумали такую фишку с дистрибьюцией, выпустив пилотную версию в эфир, они тут же повесили на своем сайте все 13 серий, которые можно посмотреть. При этом сам сериал идет в эфире по расписанию, каждый четверг по серии. Создатель этого сериала Джон Макнамара утверждает, что это не выпендрешь, а целая стратегия, потому что существует, как выяснилось, целых две версии Водолея. Одна эфирная, а вторая для кабельных каналов, для интернета. Сэм, верни мне мою доченьку. Плевать. Плевать, где она? Плевать, что натворила. Я хочу вернуть дочь. Водолей про то, как некий детектив по имени Сэм Ходиак. Его играют духовные, вместе с молодым напарником преследуют подозрительного типа Чарли Мэнсона, на которого они выходят через дела о нескольких пропавших девушках. Самого Мэнсона в фильме играет Геттин Энтони из Игр Престолов. Занято, что когда-то эту роль предлагали молодому Мартину Скорсезе. Он что, божество какой-то? Да нет, просто парень. Чуток странный, песни хорошие пишут. На нем было больше телок, чем на колесе обозрения. Водолей рассказывает о событиях 1967 года, предшествовавших зверским убийством, совершенным семьей Мэнсона в 1969. Это история не про скандал, а про страну. Про страну здесь действительно много. И история самого, и фигура, и история самого Мэнсона, и сопутствующие сюжетные линии, которые появляются в этом сериале, это все такие линзы, через которые мы смотрим на большой и важный временной пласт, на Америку конца 60-х. С ее Вьетнамом, рок-н-роллом и движением хиппи. Мэнсон на экране выглядит больше, чем какая-то конкретная личность. Он как будто бы фантом больного человеческого сознания, больного общества, каким американское общество было вот как раз во второй половине 60-х годов. Благодаря этому у нас отпадает всякая необходимость копаться в мотивах и психологических подоплеках поступков Мэнсона и его деяний. Нападение, покушение на убийство, сутенерство, насилие. 33 года, сидел всего 17, вышел из термина Лайленд в прошлом марте. Тряжа машин, вооруженное ограбление. Любовно выписанные авторами детали, приметы времени – это и есть мотивы, это и есть изнанка этого дела. Восход Мэнсона пришелся на закат затянувшегося в штатах 60-х лета любви, когда случилось многократно описанное современниками внезапное отрезвление имени Вьетнама и Шерон Тейт, беременной жены Романа Поланского, зверски убитой бандой Мэнсона. Бессмысленная гипертрофированная любовь сменилась столь же необоснованной и чрезмерной ненавистью. Если кому-то просто весело любить людей, то действительно, почему бы не найтись тем, кому просто весело их убивать. Фамилия Мэнсон знакома? Твой муж был его адвокатом? Да. Вряд ли Мэнсона интересует твоя дочь. Мэнсона интересует твой муж. Любопытно, что за Мэнсона взялся и канал Фокс. Он нанял для этого тандем в лице писателя Бретта Истона Элиса, автора американского психопата и режиссера Роба Зомби. Эти двое, в отличие от авторов «Водолея», давно заявили, что сосредоточатся на резне в доме Шерон Тейт. Под занавес мне остается пожелать вам только приятного просмотра. Обязательно отыщите время для того, чтобы посмотреть «Водолея», тем более, если вы давно и безнадежно влюблены в фильм «Зодиак» Дэвида Финчера. Это все на сегодня. Пока и до следующего блога. Субтитры сделал DimaTorzok